Добрый день, уважаемые пользователи программных продуктов 1С! Меня зовут Митницкая Наталья и сегодня мы с вами рассмотрим как в 1С зарплату управления персоналом предоставить сотруднику оплату за отработанный выходной и отгул. Нередки случаи, когда в связи с производственной необходимостью или по каким-либо другим причинам работнику приходится выполнять свои должностные обязанности в выходной день. Руководствуясь статьей 113 Трудового кодекса Российской Федерации, работа в выходной день, когда это не предусмотрено графиком, запрещается. Для этого должно быть основание в виде соответствующего приказа руководителя организации. В некоторых случаях можно привлечь сотрудника к работе с его письменного согласия. В нашем примере сотрудник работает, имеет должностной оклад и выполнял свои должностные обязанности 4 часа в свой выходной день. Сотрудник работает по графику пятидневки 40-часовая рабочая неделя с двумя выходными, суббота и воскресенье. Первое, что нам необходимо с вами сделать, выполнить настройки, связанные с расчетом заработной платы. Для этого переходим в раздел настройка и далее пункт расчет зарплаты. Далее в окне с настройками нажимаем на ссылку настройка состава начислений и удержаний. На закладке прочие начисления следует активировать галочку работа в выходные и праздничные дни. У меня она активирована, если у вас она не активирована, ее необходимо поставить и нажать применить и закрыть. Поскольку сотруднику будет предоставлен отгул, то отсутствие также должны учитываться при ведении кадрового учета. Переходим на закладку учет отсутствий и активируем галочку отгулы в том числе внутренние. После изменений необходимо сохранить настройки. Далее оформим факт работы сотрудника выходной день. Для этого открываем раздел зарплата и выбираем пункт работа выходные и праздники. Оформляем новый документ. Указываем месяц, организацию. Далее указываем дни работы в окне слева и причину. Соответственно давайте выберем 27, 28. Оплата в нашем примере производится по часам, поскольку сотрудник отработал только 4 часа. При необходимости устанавливаем способ отражения начисления в бухучете. Добавляем сотрудника в табличную часть, заполняем количество отработанных часов и способ компенсации. Отгул. 4 часа. Здесь 4 часа. Здесь соответственно выбираем отгул. Согласие на работу выходной и праздничный день получено, поэтому ставим соответствующую галку. После проведения данного документа можно сформировать по кнопки печать соответствующий приказ о работе в выходной день. Вот у нас с вами печатная форма приказа. Далее отразим отгул в виде дополнительного выходного дня, который не присоединяется к отпуску, например 31 декабря. Для этого можно использовать как документ отгул, так и документ отпуск из раздела кадры. Кадры переходим. Создадим с вами отгул. Выбираем нашего сотрудника. Отгул. Один день. В период. Здесь ставим 31-12 по 31-12. Счет отработанных ранних дней. Основание. У нас с вами необходимо, если есть, если нет, добавить заявление. Выбрать. И соответственно провести и закрыть. Начисление оплаты за отработанный выходной будет осуществляться в документе начисления зарплаты и взносов, находящихся в разделе зарплата автоматически. При заполнении документа по нашему сотруднику появится просто еще одна строчка оплата в выходной день. В нашем примере для расчета величины оплаты за отработанный выходной будет определяться из размера часовой тарифной ставки. Для пересчета оклада в часовую ставку стоимость часа применяется алгоритм пересчета, исходя из месячной нормы времени по производственному календарю. Данный порядок можно установить, если месячная норма по графикам работников, не больше месячной нормы по производственному календарю. А на этом у меня все. Будут вопросы, задавайте под этим видео. Желаю вам хорошего дня. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok